Во Франции насчитали около 8 миллионов бедняков Вячеслав Прокофьев. Рисунок к статье. Если верить статистике, а такой учет ведет Центр по вопросам маргинализации, во Франции сейчас насчитывается около 8 миллионов бедняков. Читайте также, в США более 16% граждан опустились ниже порога бедности. В Индии бездомные стали спасаться в храмах от голода тех, чей доход ниже среднего прожиточного минимума на 60% и составляет меньше 940 евро ежемесячно. В этой категории и почти 2 миллиона людей, доход которых еще ниже на треть. Это очень бедные, а попросту нищие. И уж совсем обездоленными здесь считаются бездомные, бомжи. Таких, несмотря на усилия нынешних властей, объявивших войну бедности, меньше не становится. Наоборот, по последним данным Национального института статистики и социальных исследований, за последние 12 лет их число выросло на 44% и составляет 112 тысяч человек. Каждый четвертый – подросток или совсем ребенок. Как этой многочисленной армии неимущих удается сводить концы с концами. Кто-то, конечно, встроен в местную систему социальных программ и получает от государства разные пособия. Другие, особенно те, кто оказался на самом дне общества, надеются на сострадание и помощь совестливых сограждан. И, надо сказать, не напрасно. Во Франции множество благотворительных организаций, которые неравнодушны к беднякам. Вот уже 30 лет, как существует ассоциация ресторан и сердца, созданная популярнейшим в свое время комиком и киноактером Калюшем, безвременно погибшим. Конечно, ресторан и это слишком сильно сказано. На самом деле речь идет о бесплатных столовых и пунктах раздачи продовольственных пакетов. Меню, как правило, не поражает воображение разнообразием и изысками. Горячий овощной суп, палбагета, кусок сыра, пластиковый стаканчик с кофе. Что касается набора продуктов, то они в основном долгоиграющие. Макаронные изделия, банки с консервами, рыбными или мясными, растительное масло, чай, сахар. В прошлом году за зимний сезон рестораны сердца распределили 130 миллионов обедов, которыми воспользовались миллион человек. Законный вопрос, откуда все это взялось? По всей стране регулярно проводится сбор продовольствия, чем занимаются 67 тысяч добровольцев ассоциации. Продукты, средства личной гигиены несут частные лица, а также выделяют многие организации, имеющие отношение к пищевой промышленности, магазины, супермаркеты, где остаются излишки. Продолжение следует...